Бог имеет о нас заботу, и мы со всей ответственностью, наверное, можем сказать слова Нечественного Писания, «По милости Его мы не исчезли, ибо милосердие Божие обновится каждое утро велика, верность Твоя». Слава Господу! И сегодня мы на этом месте, и Бог уже говорил к нашим сердцам через пение, через стихотворение, через братья проповедующих. И я еще желаю поделиться Словом Божьим или своими размышлениями о Священном Писании. Я зачитаю два месячного Писания, и мы с вами немножко порассуждаем. Это первое место, послание Деяния, 4 глава, Деяния Апостола, 4 глава, 11 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами жизньющими, но сделавшись главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Второе месячное Писание – это Евангелие от Марка, 12 глава, 10 стих. «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Мы, наверное, уже немало слышали проповеди на эту тему о фундаменте, обосновании, о круговом камне и по-разному. И вот сегодня я тоже хотел бы немножко порассуждать, и меня натолкнуло не просто, само собой, как-то стихийно что-то пришло. Вы знаете, ряд каких-то событий, происшедших, меня подтолкнули, чтобы сегодня немножко предложить к нашему общему рассуждению и напоминанию о том, что в нашей христианской жизни есть только одно правильное основание или фундамент. И я хочу немножко поговорить о каких-то конкретных примерах, что, в принципе, все мы это понимаем и ответить можем правильно. Вот возьмите ученика в воскресной школе или в многодетной семье христиан, где уже, ну, как бы, сколько-то лет люди веруют, идут за Господом. И задавайте мне какие-то вопросы, и я больше чем уверен, большинство из них будет отвечать правильно и говорить правильно, как должно поступать, что можно, что нельзя. Но жить и поступать уже это другой вопрос, правильно? И сегодня мы, конечно, знаем какие-то основы библейские, истинные библейские, да. Но я хотел бы сегодня поговорить и, как уже сказал, привести конкретный пример, зная и понимая, вот, и давая правильный ответ, все-таки у нас, может, в сердце или в понимании, или в основе складываются не совсем правильные основания для христианской жизни и веры в христианской вере. Поэтому сегодня немножко мы об этом порассуждаем. Ну, фундамент или краеугольный камень или основание, о чем говорит Священное Писание, да, что были те люди, которые были поставлены нести какие-то духовные ценности, открывать духовные ценности. Это были священники, предосвященники, да, это были левиты, это был народ израильский. Но в Писании написано, что они отвергли. То есть, вот это единственное правильное основание, вот они строили, строили, делали, жили поколениями сто лет, передавали там свои духовные законы, да, Бог их вел, и они передавали, что-то передавали. Но вот настал момент, когда они должны были явить или помочь, приготовить место или путь для Иисуса Христа. Но написано, они отвергли это основание. Так говорит Священное Писание, да. И я сегодня так вот слово свое назвал, это основание, ну или фундамент, основание, да. И мы понимаем, что основание это то, что лежит в основе. Это то, что лежит в основе на том, что человек, если вопрос говорить о строительстве, то это является фундамент, основание, да, то, на чем начинают строить. Если это говорить о взаимоотношениях, о взаимоотношениях между людьми, то это есть то, что в основании лежит в сердце человека. Ну, например, если говорить, я вам задам такой вопрос, скажите, пожалуйста, что быть должно для основания семейной жизни? Любовь. Видите, мы все это знаем, только надо смелее говорить, вы правильно понимаете? Вот, ничего нового или такого я не открою, не скажу. Конечно же, любовь. Любовь. Ну, я здесь прошу, скажу, сестры, поднимите руку, кто будет рад, если он узнает, что ваш избранник или юноша, который вам внимание уделяет, он движим не любовью, а он узнает, что ваш папа, например, депутат. Ну, кто будет рад? Никто не будет рад, да. Ну, наверное, каждый человек, особенно женщина, она хочет, чтобы ее любили и хочет об этом слышать. Вот мы 30 лет живем с женой, она почти каждый день спрашивает, люблю я ее или нет. Вот. Вы знаете, ну, это нормально. Нет, и не потому, что она верит, что я не люблю. Вот. Ну, так женщина устроена, ей охота всегда слышать, слышать, да, а мам всегда сложно об этом говорить. Хотя, действительно, мы можем и любим, да, но вот мы разные с вами мужчины и женщины, которые Бог так определил, чтобы вместе жили и дальше усовершались. И шли в небо. Итак, друзья мои, мы говорим об основании. Итак, в основании брака, да, или семейной жизни, это любовь. Ну, конечно же, любовь, да. И вот так вот во всем. Если мы говорить, например, будем о том, что вот какое должно быть основание у человека, который хочет, который поступает, например, в высшее учебное заведение. Какое должно быть основание? Знание, конечно. А скажите, всегда ли человек ведом, действительно, чтобы получить знания или получить статус, корочки, что он имеет знания, чтобы потом устроить там инженером, начальником, и так далее, и так далее, и так далее. Да, правильное, правильное основание, и получить знания, знания. Также можно сказать о дружбе, о дружбе, да. Что является основанием, что вот люди, вот они становятся друзьями, да. Что друзьями? Ого, он вхож в кабинеты. Надо как-то мне с ним подружиться. Подружиться. Или он бизнесмен. Ой, он стал для меня желанным, и мое сердце всегда для него открыто, да. И я хочу быть его другом. И говорю, о, мы с тобой друзья, да. Но это будет неправильное основание, да, понимаете, да. То есть и так далее, и так далее, и так далее. В жизни, в жизни, всему что-то, всем что-то движет. И есть какие-то основы, основания, то внутри, в глубине сердца, что должно быть человеком. Есть вещи правильные, а есть вещи неправильные. И много примеров, если говорить о браке, о учебе, о дружбе, о всем, о всем, о всем. Мы можем говорить о том, что есть, к сожалению, неправильные основания, да. Или то, что лежит в основе, что движет человека, друзья мои. Так вот, в Священном Писании говорит нам о том, что, я взял эти места, в Священном Писании, что Иисус пришел на землю, Он пришел людей спасти. И дать возможность, да, справа, да, способность войти в небо, то есть получить спасение, только есть одно основание, только есть один камень этот, да, креугольный, который является Иисус Христос. Может быть, сегодня небезопасно заявлять, но так же и написание, и нет ни в ком ином спасения. Нет, как мы сегодня не хотим, может, мягко, чтобы это там, какие-то другие религии не коснулось, не порезало им слух и так далее, и так далее, их не привело к возмущению. Но так Священное Писание говорит, и нет ни в ком другом спасения. Никто не пришел на землю, не пострадал, не воскрес, то есть не совершил искупление, друзья мои. Это есть одно, единственное правильное основание. Но я сегодня хочу поговорить именно о христианской жизни, да. И такой второй пункт в моей проповеди, да, что бывает в христианской жизни. Понимая, что, да, Иисус Христос, Он мой пастырь, каждый из нас так может говорить, вот, мы это читаем, это наш ум говорит, мы можем ответы давать, так и так далее. Но я хочу поговорить, что, знаете, я заметил, заметил, что бывают люди, все это зная и понимая, в процессе следования за Христом они свою жизнь строят на другом. И, например, первое, это может быть служитель, то есть на личности, да, или служитель, или какой-нибудь проповедник, и так далее. И в этом есть некоторая проблема. Да, я понимаю, что в духовной жизни должны быть какие-то, ну, лидеры, да, говорить херметическим языком, там, или авторитеты, там, или как понимаете, да, то есть человек, человек, которого Бог использует. И мир, и время, история показывает, что в христианстве такие люди были, или мирового значения, да, или более-менее, то есть смотря что Бог усматривает через человека совершить, да, это великие проповедники, там, Билли Грэм, там, или Йонг Гичо, или других можно назвать, да, то есть какие-то мужи, какие-то лидеры, которые люди имели какие-то способности открывать Слово Божие, через кого-то действовали дары, вера и так далее, и так далее. Ну, Бог как-то использовал этих людей, наполнял их, вот, и, конечно, это все правильно должно быть. Но, друзья мои, я хочу сказать, что есть такие ситуации жизненные, когда человек настолько, христианин или христианка, настолько свою жизнь, свою веру, свое хождение, они настолько связывают внутри, это происходит внутри, глубоко в сердце, настолько они связывают, связывают с какой-то личностью, кто бы это ни был, проповедник или служитель. Друзья мои, что, вы знаете, когда случается какая-то сложность или проблема с проповедником или служителем, он может охладевать, он может спотыкаться, правда, он может падать, он может падать. И, знаете, если основание в твоем сердце, оно складывалось неверно, то падение или неудача, или еще какой-то поступок проповедника или служителя, то, если основание было неправильно, то человек, как правильно, начинает шататься. Я не буду далеко ходить, стрижевом, стрижевом, когда упал служитель, упал служитель. Знаете, многие люди стали обратно отходить к харизматам. А все, они приходили ради, ради того вот этого человека, они приходили ради того, чтобы слышать его проповеди. Но основание было неверным. Да, конечно, все на своем месте. Если в церкви нету проповедующего, написано, как-то да уверовать, да, понятно. Да, но, друзья мои, основание неправильное. И я слышал многие примеры, и не только у нас в области, и в других местах. Знаете, когда на служителя чрезмерно возлагали такое основание, хотя и примеры должны брать, понятно все. Но, знаете, когда происходит какое-то падение или трудность, то душа начинает качаться, шататься, или тоже падать, или уходить в мир. Примеров очень много. Друзья мои, это может быть, знаете, другая сосуда. То есть я хочу уже говорить не о личности сосуды, а именно откровение. Мы понимаем, что в Писании написано, что Бог дает эти дары для церкви. Без откровения свыше народ не обознан, и так далее. Там многие местные написания говорят о том, что дары они дали как помощь, чтобы мы могли с вами освящаться. Открывать какие-то сокровенные вещи, в чем-то нас наставлять, научать, поправлять. То есть Богом данные такие дары в церкви. И когда человек, когда человек чрезмерно в своем сердце дает большое место откровением, ему важно знать, ему важно знать по любому поводу, что Бог скажет тут об этом, какой мне сделать выбор, куда мне поехать жить, за кого мне выйти замуж. И бывает, сестры говорят, мы делаем предложение служителя. И я не раз бы вас слышал, братья, вы помолитесь к откровению, вот как будет, так и я дам ответ. То есть бывает настолько люди, они согласны полагаться на откровение, и то, что будет сказано, они будут так исполнять. Друзья мои, вы знаете, и это есть неправильно. Потому что такая же получается проблема, ведь и сосуд может падать, правда? К примеру, это тоже такой человек, да, вот в Павлове скушенько случилась проблема, и все. И объявляют в церкви, например, что мы останавливаем, да, или, например, на замечание ставим. Ну, проблема, горе, беда, пришло такое. И тот человек, который основания складывал на эти откровения, и всю свою жизнь, хождение, вот, свою ориентацию духовную возлагал на откровение этого человека, Когда происходит такая ситуация, друзья мои, человек тоже вплоть до падения, он понимает, что он строил, а что теперь дальше? Как теперь дальше? Друзья мои, и это есть проблема, и это есть неправильное основание, основание для жизни христианской, для веры христианской. Конечно, здесь могут быть друзья, это могут быть наши близкие. Я скажу о том, есть такие ситуации жизненные, и они были не раз, и у нас в церкви везде, когда человек шел за Богом, ходил на служение, а вот, какой-то соблюдал нормы христианской жизни, то есть чего-то держался, каких-то ценций, что-то там приобретал, Благодаря тому, что рядом с ним есть какой-то родственник, это может быть муж, это может быть жена, это может быть другой родственник, это может просто друг быть, и у нас есть примеры, когда уехал этот друг, то второй просто пропал, он не стал ходить, все, хотя был членом церкви и давал обещание Богу с чистой доброй совестью. В чем проблема? Человек внутри, сама ситуация, она показывает о том, что его фундамент или основание было неверным, неправильным, оно определялось какой-то личностью конкретной в данной ситуации, там, или в помещении, или в церкви, в местности, или в церкви, где он живет. Друзья мои, и это неправильно. Это может быть труд в церкви. Я вспоминаю, когда мы начали трудиться над одной душой по состоянию, говорить, увещевали, говорили, прошло время, опять говорили, увещевали, и пришло время, когда надо было снять с труда человека. Только мы сняли с труда человека, он сразу пропал в церкви. И по сегодняшний день его нету. Это говорит о том, что в сердце человека было неправильное основание. Вся его жизнь, вся его вера, все его хождение, служение Богу сводилось к тому, что он что-то может делать на Ниве Божьей. И это неправильно. Я сейчас не говорю, что мы не должны ничего делать на Ниве Божьей. Конечно же, должны. Но, друзья мои, если в такой ситуации, если человек проверяет, если человеку что-то показывает, он будет плакать, он все равно никого не уйдет, он будет плакать, он все равно будет ходить в церковь, он будет понимать, он будет решать все эти проблемы, что ему поставили, показали. Он будет дальше понимать, что его основание, Иисус Христос, если где-то он что-то не прав, у него будет способность поправиться. А если основание лежит просто что-то делать, что ты пригоден, что кому-то нужен, что ты можешь что-то делать и больше ничего, то тогда будет проблема, друзья мои. Конечно, здесь можно разные примеры проводить. Кто-то приходит в церковь для того, чтобы жениться. И таких примеров у нас тоже полно. Когда молодой человек увидел, такая красавица, он где-то ее, может, увидел в училище, в городе, где, не знаю, или живут рядом, да, и он понимает, что у нее особенный характер, у нее особенное поведение, она не похожа на мирян, она ведет свой образ жизни. Вот, вы знаете, и сестры молодые, вы знаете, на вас внимание, и бывают люди, они, они, о, почему не моя? Время показывает, что это неправильное основание. Это неправильное основание. Только получил, что надо, цели нет. Что дальше? Что дальше? Все, достиг, что хотел. Дальше что? Друзья мои, и дальше тупик. Дальше тупик. Поэтому много-много можно говорить в этом отношении. А я хочу только обратить внимание, друзья мои, на слова, сочиненное писание. Есть такая притча, мы ее хорошо знаем. Иисус говорил, в Евангелиях она прописана. Иисус говорил, дает Матфея, 7 глава Иоанна Матфея, написано в 25 стихом. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились над домом, и он упал, потому что основан был, и он не упал, потому что основан был на камне. И там написано, да, кто на песке построил, да, подули ветры, налегли, он упал. Кто на камне, подули ветры, налегли, и он устоял. Да, я хочу обратить внимание, ветры подуют, написано, они подуют, да, и налегли. То есть и на тех, и на других. Это говорит о том, что в жизни переживают трудности и сложности все люди. Те, которые на правильном основании, и те, которые не на правильном основании. Те, которые верующие, и те, которые не верующие. Все приходят в жизни сложности и трудности. Друзья мои, но Писание написано, что в этих трудностях устоят только одни, у кого есть верное основание, библейское, которое прописано сегодня в этой священной книге. И я хочу сказать, Господи, и сегодня помолиться, чтобы Господь нас всех, чтобы нас, Господь, благословил, и мы сегодня могли пересмотреть, какое мое основание моей веры. Что влекет меня сегодня в дом молитвы? Может быть, мое служение? А может быть, моя какая-то цель? И если действительно нас влекет только то, что мне надо идти на спевку, как я буду в воскресенье петь, или что по мне скажет регент, или еще что-то, или какой-то другой труд, я как пример взял, или какой-то другой труд воскресной школы, или это репцентр. И если для тебя становится более важным и фундаментальным это, друзья мои, придет ветер, когда наляжет ветер, ты не устоишь, ты упадешь. Для тебя будет проблема, друзья мои, а я желаю, и, наверное, каждый желает, чтобы даже когда придут наши жизни, судьбы, ветры, мы с вами устояли, правда? И об этом мы будем молиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы каждый все могли пересмотреть, важно трудиться, но важно, чтобы наш труд или ответственность, она не начала вымещать самого Иисуса Христа. Да, личностные отношения, для чего я пришел на служение молитвенное, для чего я пришел на служение разбора слова, для чего я вечером открываю священное писание, для чего? Если открываю, чтобы угодить маме, неправильное основание. Если я делаю для того, чтобы моя совесть не осуждала, все-таки я же христианин, и мне кто-то спросит, я всегда могу сказать, читаю, да, нет. А что должно быть влечь в человека, рожденного свыше? Желание познавать правду, желание через Слово Божие иметь отношение с Иисусом Христом, желая свою жизнь устраивать так, как говорит это Слово. И не важно, видит меня мама, или папа, или соседи, или христиане, или друзья, не важно, важно то, что здесь у меня, чем я ведом, что меня ведет. Вот, поэтому, друзья мои, мы будем об этом молиться, я не хотел сегодня кого-то ущемить, и тем более своих детей, да, мы думаем, дети по-другому скажут, ну, папа за нами все, видите, наверное, хочет это тебе сказать. Нет, никого не хочу, если только себя, друзья мои, но я хочу поговорить о том, чтобы мы пересмотрели, потому что есть время, когда мы строим, а есть время, когда подуют ветры. И об этом говорит Священное Писание. И мы все с вами желаем стоять в Иисусе Христе, быть верными Ему, чтобы, как мы сегодня пели, в небе с Ним соединиться. Слава Иисусу, это удел твой и мой. Бог пришел именно для этого на землю, чтобы небо для тебя открыть, и ты был там вместе с Ним. И жизненные трудности мог проходить, мог выбирать, но это будет при том случае, если в твоем сердце будет правильное основание, потому что правильное основание, или вообще основание, оно определяет твою стезю, твой путь. Оно определяет твои ценности, оно определяет твои взаимоотношения, оно определяет, как ты будешь одеваться, оно определяет, как ты, что такие слова будешь позволять говорить. Оно все будет в дальнейшую жизнь твою определять. И если хочешь и профессию твою, это будет определять, друзья мои. Поэтому мы должны понимать, мы имеем статус в Иисусе Христе. И если действительно твое основание правильное, ты будешь понимать, но тебе лежит ответственность, ты должен явить здесь совершенство Иисуса Христа на этой земле. И мы будем молиться, чтобы Господь нас благословил, нас сделал способными. А может быть нужно что-то пересмотреть, чтобы мы сегодня вознуждались в Боге, который Духом Святым присутствует на этом месте и силен поправить твой и мой светильник. Аминь.